Основная форма здания уже утверждена. Ее выбрали сами Анапчане из трех возможных вариантов. А вот, чтобы грамотно сделать внутреннюю планировку, архитекторы использовали схему существующих ЗАГСов. Дворец бракосочетания будет разделен на две зоны. В рабочей части разместятся кабинеты специалистов по направлениям, технические помещения и санузлы, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Мы исходили из того, как это принято вообще. То есть, вот архив, кабинет руководителя, кладовая, туалеты, офисы. Тут это все есть. Гардероб, санузел. Вот все это есть. Я думаю, что вам надо посмотреть, значит, мы какие изменения внесем. На картинке, когда посмотрели, у нас получается как бы маловатой двери. То есть, на фоне вот того здания, которое есть, мы решили уберем тут, может, пару колонн или как-то раздвинем. И здесь часть колонн уберем, сильно многое. В торжественной зоне будут располагаться комнаты жениха и невесты, помещение для фотографов и музыкантов. А что самое главное, большой и малый залы для церемоний. Первый рассчитан на свадьбы с большим количеством гостей. А в помещении чуть поменьше молодожены смогут обменяться кольцами в кругу самых близких людей. Сегодня Анапский ЗАГС находится на втором этаже торгового здания. По словам сотрудников, соседние магазины не добавляют моменту торжественности, а парковка не приспособлена для кортежей. Ждем. Ждем. Хотелось бы территорию красивую, с лавочками, со скамеечками, куда люди могли бы и после регистрации брака выйти, присесть, сфотографироваться красиво. Потому что у нас условий здесь, сами видите, нет никаких. Плюс те люди, которые вышли, допустим, после приема в обеденный перерыв, тоже им необходимо выйти и в обеденный перерыв переждать где-то. Для строительства нового дворца бракосочетания была выделена земля рядом с Ореховой рощей. Глава города Юрий Поляков побывал на участке и поручил привести территорию в порядок. Сегодня, Анжела Анатольевна, дайте команду, вывести людей, давайте хотите, субботник организуйте, вывести весь мусор отсюда, организовать машины, людей, всех сюда. Вы посмотрите, что творится здесь. Да, берем. По словам специалистов, географически это идеальное место для строительства ЗАГСа. Здесь будет предусмотрено место для просторной стоянки. В шаговой доступности прогулочные зоны, городская набережная и парк, где можно сделать свадебные фотографии сразу после церемонии бракосочетания. На участке уже идут инженерно-геологические работы, а строительство планируется начать уже весной следующего года. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион.